Ребята, всем привет! Сегодня я снимаю это видео не одна, сегодня я с Ричардом, и мы готовы поотвечать на вопросы, которые вы задали в Инстаграм. Я их уже заскринила, поэтому буду читать их с телефона, так что давайте начнём с вопросиков. Первый вопрос — это как разобраться в чувствах? Я немножечко не понимаю этот вопрос, потому что... В смысле, как разобраться в чувствах? Ты что-то чувствуешь, значит, ты чувствуешь. Просто для меня это немного неясно. Например, если я испытываю кому-то злость, или, как я говорю с девочками, смотрю на кого-то недобрым взглядом, то тогда это мне как бы сразу понятно. Если тебе нравится какой-нибудь там, не знаю, допустим, человек, и ты просто не можешь понять, что это там влюблённость, любовь... Я не знаю, это всё сложно, потому что ты, во-первых, должна понять, откуда это пошло, почему ты начала это испытывать, что именно ты испытываешь, что дают тебе эти чувства. В общем, ребята, это какая-то слишком философская тема, и, знаете, мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно взять бокальчик, выпить, а потом уже только я буду рассуждать, потому что, ну, серьёзно, тема не для трезвой головы. Твоя самая главная и лучшая черта, скорее всего, это то, что я подхожу ко всем делам ответственно, и то, что я всегда довожу дело до конца. Пожалуй, это как бы и лучшая черта, и моя как бы худшая черта, потому что я порой слишком переутомляюсь, потому что не могу бросить дело. Если я что-то начну делать, мне обязательно надо это закончить, и потом уже там идти спать, идти есть, идти там с кем-то встречаться, гулять и всякое такое. Может быть, это и круто для, допустим, работодателей, да, каких-то, которые меня наймут. То, что я буду подходить ко всему ответственно, и то, что я буду всё выполнять. А с другой стороны, для меня это достаточно сложно. Чем я постоянно подвожу уголок глаз? Это вот такое вот средство, глиттер от Lamelle, очень-очень-очень красивенький. Пару советов, как попрощаться с компульсивным перееданием, это идти и смотреть моё видео. А также вопрос, бывают ли у меня приступы переедания. Да, бывают, потому что я человек, и обычно я переедаю, допустим, когда мне очень вкусно. Когда мне очень вкусно, я не вижу смысла себя ограничивать, потому что я люблю приносить себе удовольствие. Кто-то, возможно, не хочет делать из еды культ. Но, блин, зачем себе отказывать в том, что тебе нравится, в том, что ты любишь. Поэтому, если я куплю какое-нибудь вкусное мороженое, то я не остановлюсь на половине банки. Я там съем всю банку под фильм и буду чувствовать себя окей. Как бы, да, у меня бывают приступы переедания из-за того, что слишком вкусно, из-за того, что я в компании, из-за того, что мне может быть очень грустно. Единственное, когда я не переедаю, а я не доедаю, это во время стресса. Во время стресса я вообще не могу кушать, поэтому, как бы, у меня есть как и приедание, так и недоедание. И это нормально. Что делать, если любовь безответна? Прожевать, скомкать и идти дальше. Мое мнение. Была ли я в депрессии? Я не врач, чтобы ставить себе такие диагнозы, но это было очень сильно на нее похоже. Мне было плохо, мне было тяжело морально, мне было невыносимо физически, потому что я погружала себя в расстройство пищевого поведения, мне становилось все хуже и хуже, и я очень часто плакала, депрессовала, хотя вообще старалась не подавать виду, чтобы никто об этом не знал, и это было сложно. То есть ты такая днем все веселая ходишь, а вечером приходишь домой просто. Плачешь целыми вечерами, съедаешь целую тонну, и тебе потом становится еще хуже. В общем, да, было. И это-то и привело к компульсивным перееданиям. И опять отсылка. Если вы хотите справиться с компульсивами и послушать, как с этими справилась я, то переходите и смотрите мое видео. Как на личном? На личном ничего. Было чего, стало ничего. Все нормально. Я не расстраиваюсь, и вам расстраивать не советую. Просто все люди взрослые, все люди у всех свои ценности, и каждому нужно свое. Каждый тратит время на то, что он хочет делать. Я всегда считаю, и теперь думаю об этом постоянно, что если человеку надо, человек что-то сделает. Если человеку не надо, то ему это не надо. Как бы все. То есть, если вы просто ждете чего-то, ждете у моря погоды, не ждите. Если человеку надо было, то он бы уже давно что-нибудь сделал. Как постараться не делать из еды культ живу, чтобы есть? Это нормально. Это нормально делать из еды культ, потому что, я не знаю, как бы есть в игре, да, такой, как там называется, я не помню. Но это нормально. Не знаю, даже вот помню Миронова Настя, она выставляла в стори, что для нее еда это культ. Она любит вкусно поесть, она любит есть разнообразную пищу. И это жизнь. Почему себя ограничивать в еде? И просто надо относиться к этому более спокойно, когда ты станешь относиться к этому проще, и не станешь зацикливаться на еде постоянно. Именно не зацикливаться на самой еде, а на том, что вот, я ем слишком много, мне нужно есть меньше, я наберу, я похудею. Просто относись проще. Сколько сейчас кушаю калорий? Поскольку я стараюсь сейчас похудеть, то я кушаю, стараюсь кушать на 1300-1500 калорий, но иногда могу поесть и на 2000 калорий, если же ей слишком вкусно. Ну, как бы да. То есть я сейчас слежу за калорийностью, и у меня несколько дней, допустим, идет 1300-1300-1300-1300, потом 2000, потом 5300. Как бы, ну, с кем не бывает. В основном 1300, в среднем, наверное, 1500-1600. Были ли у меня проблемы с желудком? Да, причем у меня с детства болит живот, у меня с детства какие-то проблемы вечно были с животом. Помню, в начальной школе я часто не ходила в школу по причине того, что у меня болело живот именно. И сейчас у меня в моем возрасте были проблемы именно с пищеварением, у меня ничего не выходило, скажем так. Это было очень неприятно, я старалась проходить курс пробиотиков, которые мне нифига не помогли. Я пила слабительные, и, ну, только со слабительными у меня был какой-то эффект. Потом я начала кушать больше жиров, и все пошло как по маслу. Очень странно. Но серьезно, как бы, все стало хорошо. Потом у меня снова начался стресс, и у меня снова какая-то дичь пошла. В общем, да, были, а еще у меня часто болит живот. Я сейчас перестала совершенно есть этот продукт, потому что у меня просто начинаются потом адские боли. Это яблоки. Я не знаю, почему я яблоки любила, я яблоки раньше съедала, вот 4 по 5 штук в день, а сейчас, как только я его съем, не совсем уверена, что это изжога, но, в общем, у меня что-то становится странным желудком, я себя плохо чувствую, и поэтому я теперь яблоки не ем. Вот. Короче, проблемы с животом, да, у меня были. Как ты успеваешь гулять с Наташей и учиться? Я отличница. Я была отличницей 3,5 года, в этом семестре я получила первую четверку за все свои года обучения в университете, так что я теперь не отличница. Просто я поняла, что не в учебе главное сейчас, и то, что это не то, чем я планирую заниматься, и что мне это не надо, что я не хочу тратить на это свои нервы и силы, поэтому именно на четвертом курсе я подзабила немножко на учебу, я признаюсь. Я также парюсь из-за нее, но уже не так сильно, как раньше. Вот. Так что в этом семестре мне как-то полегче, а вообще, как я все успеваю, просто я дисциплинированная достаточно девочка, и я веду ежедневники, все расписываю, и знаю, когда я могу погулять, когда у меня есть возможности, и когда мне надо где-то что-то постараться, чтобы как раз-таки эти возможности были. Пила энергетики... Нет, никогда, никогда не пила энергетики, и не хочу, не знаю, для меня почему-то на них стоит крест. Просят показать мои чехлы на телефон. У меня все чехлы с Алиэкспресс. Вот такой. Такой мраморный, он как стекло. Все призрачные чехлы становятся потом желтыми. Ну, жизнь же, да? Вот такой вот. И вот этот вот. Этот люблю больше всего, потому что он желтый, потому что он желтый. Стоит ли переезжать в Санкт-Петербург, и планирую ли я оставаться в Питере как долго? Петербург переезжать стоит, если вы живете в маленьком городе, если у вас там нет возможности, чтобы развиваться и учиться, а вы этого хотите. Или если вам просто нравится Петербург, или если у вас в Петербурге знакомые друзья. Короче, Петербург переезжать стоит, но он не резиновый. Говорит девочка, которая переехала сама сюда. В общем, да, стоит, и почему бы и нет? Если есть возможности, то да, действую. Это город шикарный, классный и просто суперский. Как долго я планирую оставаться в Питере? Вообще у меня здесь уже своя квартира, и скоро будет прописка, так что, наверное, было бы логично, если бы я оттетила всю жизнь. Но загадывать не буду, возможно, перееду когда-нибудь, куда-нибудь, так что оставайтесь со мной, будете все знать. Советую ли я поступать в ГУАП? Нет, 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 и еще раз нет. Нет, 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 нет. Возможно, просто не рекомендую вам поступать на первый институт. Пятый институт вроде бы хороший, который связан с информатикой, потому что они в том, что это делают, но первый институт мой, это просто вот... Нет, если вы хотите просто потратить года своей жизни на то, чем вы не будете заниматься, и то, что вам не пригодится, какие предметы вам не пригодятся, в общем, я не знаю, возможно, так во всех вузах, но чисто моя рекомендация, не поступайте в ГУАП, не идите в ГУАП. Простите, кто поступил в ГУАП по моему совету, я загубила вам жизнь, извиняюсь. Довольна ли я сейчас своим телом? На самом деле, 50-50. В какой-то день я такая встаю перед зерком, такая думаю, Саша, ты ничего. А потом на следующий день просыпаюсь, какая-то опухшая, потому что там, допустим, съела много или выпила много воды перед сном, и такая думаю, блин, надо худеть. Ну, на самом деле, меня кидает из стороны в сторону, более-менее довольна. Но поскольку я сейчас набрала полтора килограмма из-за новогодних праздников, вот, то как только я их скину, я буду довольна, мне кажется, еще больше. Твои одногруппники знают про мой блог? На самом деле, вроде бы, сейчас уже некоторые знают, и если вы смотрите это видео, всем привет. Вроде бы да. Вроде бы да, но они во всяком случае знают, что у меня есть блог, и что я трачу на это свое время, и что я блогер. Как часто я встаю на весы раз в 3-4 дня? Для меня важно знать мой вес, потому что, ну, не знаю, возможно, это какой-то степени родозависимость, но мне это комфортно, и я не вижу в этом ничего плохого, поэтому я встаю раз в 3-4 дня. Кстати, напишите, сколько встаете раз на весы вы, это тоже интересно узнать. Пожалуй, я завершу это видео, и я ответила на достаточное количество вопросов, их, конечно же, еще больше, и я буду снимать еще такие видео, и, скорее всего, сниму такое видео на отдыхе, когда буду. Так что задавайте свои вопросы мне в Инстаграм, подписывайтесь на меня, следите там за моей жизнью, там моя еда, личная жизнь, учеба, всякие полезные фишечки, музыка, картинка, картинки. Короче, оставайтесь со мной, следите за мной, подписывайтесь на меня, всех люблю, целую, обожаю, и всем до скорой встречи!